Президент ЮАР Джейкоб Зума Также Джейкоб Зума сообщил, что 1 июня в этом году выпадает на неделю по защите южноафриканских детей. Компания проводится с целью мобилизации общества для сохранения безопасности и воспитания подрастающего поколения, добавляет автор заметки. Самый опасный путь в школу. Детям из небольшой горной деревушки на западе Китая приходится каждый раз по пути на учебу рисковать жизнью. Они добираются на занятия фактически по отвесной скале высотой 800 метров. Эти снимки, поразившие интернет-пространство Китая, сделаны фотографом Чинь Цзэ, который в начале этого года уже был награжден за другой остросоциальный репортаж престижной премии World Press Photo. Чинь стал свидетелем того, как 15 школьников в возрасте от 6 до 15 лет покоряли скалы только для того, чтобы попасть в учебный класс. Цитата. «Бесспорно, я был просто в шоке от этой сцены. Надеюсь, что мой фоторепортаж поможет изменить болезненную реальность в этой маленькой изолированной деревне», — сказал автор снимков. Конструкцию, которая прикреплена к стене металлическими штырями, с большой натяжкой можно назвать лестницей. На это нелегкое путешествие уходит 2,5 часа вверх и полтора вниз. Как правило, школьников сопровождают трое взрослых. Самых маленьких экстремалов они страхуют, привязывая к себе веревкой. Путешествие происходит раз в две недели. Все остальное время дети вынуждены ночевать прямо в учебном заведении, набирая сил на обратную дорогу. Власти провинции Сычуань о проблеме знают, но помочь могут только установкой более надежных металлических лестниц. Строительство полноценной дороги ради одной небольшой деревни, по мнению чиновников, экономически невыгодно. Новость из китайского Диснейленда. Американская компания Walt Disney заявила о готовности подать в суд на китайскую Далиан Ванда Групп, обвинив ее в незаконном использовании образов Белоснежки и Капитана Америки в новом тематическом парке. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Цитата. «Наши персонажи и истории радовали многие поколения зрителей, и эти представленные в парке нелегальные и второсортные образы обманывают ожидания людей», говорится в заявлении Walt Disney. Парк Ванда Сити, первый из 15 запланированных тематических парков компании Далиан Ванда Групп, открылся в субботу 28 мая в городском округе Нанчан. По словам главы компании, миллиардера Ванга Жанлина, он намерен потеснить Дисней с позиции самого большого владельца развлекательных комплексов в мире. Комментируя появление в парке людей в костюмах Белоснежки и Капитана Америки, Жанлин сказал, что компания не несет за них ответственности, так как это частная инициатива владельцев торговых павильонов, расположенных в Ванда Сити. Культурный туристический центр Ванда занимает 2 квадратных километра на юго-востоке провинции Цянси. В нем есть тематический парк, парк кино, аквариум, гостиницы и магазин розничной торговли, поясняет издание. Владелец зоны отдыха ожидает, что комплекс будет привлекать 10 миллионов человек ежегодно. Аниматоры, одетые в костюмы Белоснежки и Капитана Америки, позировали для фотографий с посетителями в бесплатной части парка. По закону, владелец развлекательного пространства несет ответственность за нарушение, потому что, утверждая, что арендаторы скопировали диснеевских персонажей по своей инициативе, Ванга Жанлин буквально сознается в отсутствии контроля в своем парке отдыха, подчеркивает автор публикации. Финские исследователи учат детей управлять стрессом и контролировать эмоции с помощью шоколада и прогулок. Шестиклассники одной из школ в финском городе Эспа вертят в руках кусочки шоколада. Они не съедят плитку за пару укусов, а сначала посмотрят на нее, понюхают и почувствуют кусочек во рту. Потом попробуют полностью сосредоточиться на вкусе шоколада. Цитата. Мысли и, прежде всего, внимание могут быть сосредоточены на чем-то другом, а не на вкусе шоколада. Если в привычку войдут наблюдательность и внимательность, то увидишь и почувствуешь больше, говорит Ким Викстрим, инструктор проекта «Здоровый обучаемый разум». По словам учащегося шестого класса Томаса Яну, обычная шоколадка теперь кажется на вкус совершенно другой, более вкусной и сладкой. После поглощения сладости детвора отправляется в школьный двор. На прогулке учащиеся с каждым шагом все больше сосредотачиваются на своем теле и переживаниях. 20 школьников останавливаются под деревьями сада и молчат. На мгновение слышны только песни птиц и шелест осиновых листьев. Такое упражнение помогает забыть о проблемах и сконцентрироваться на собственных ощущениях. В среднем три ребенка из четырех отмечали благотворное влияние занятий. Это исследование, в котором приняли участие 3000 школьников, вызывает интерес по всему миру. Приобретенные детьми навыки помогают им установить настоящую связь с самими собой и другими людьми. Редактор субтитров А.Семкин